Уважаемые коллеги, ну, как известно, лучевая терапия и ионизирующие излучения используются в медицине. Ионизирующие излучения используются в медицине и особенно в онкологии практически с момента его обнаружения. За это время лучевая терапия прошла длительный путь от, в общем-то, минимально эффективного планирования, как вы видите, изначально 2D, когда практически повреждалось столько же нормальной ткани, сколько и опухолевой, через 3D-планирование к современному, сегодняшнему 4D-планированию с модуляцией по интенсивности, по объему. В целом, напомнить, что лучевая терапия использует фотонные и корпускулярные излучения. Используются как гамма-аппараты, их все меньше, так и современные лучевые установки. Эффект определяется ионизацией ткани, и радиочувствительность организма определяется радиочувствительностью опухолевой ткани и поглощенной дозой. Прямо пропорционально пролиферативной активности и обратно пропорциональной степени дифференцировки. Нередко для увеличения эффективности лучевой терапии используются различные соединения для повышения радиочувствительности, так называемой сенсибилизации. При определении объемов облучения выделяют общий опухолевой объем, клинический объем и планируемый объем цели, то есть это уже окончательный объем, который будет подлежать облучению. Лучевая терапия может проводиться как по радикальной программе, так и с палеотивной и симптоматической целью. В частности, допустим, при синдроме с давлением полуэйвены, с целью противоболевого лечения. Она может быть дистанционной, контактной и радионуклидной, системной. Прежде чем начать лучевое лечение, проводится целый ряд этапов планирования, предлучевой подготовки, дозиметрического планирования, радиобиологического планирования и, собственно, потом уже начинается сама лучевая терапия. Она может проводиться в различных режимах фракционирования, классическом, динамическом и гиперфракционировании. Целый ряд рандомизированных исследований не показал преимуществ каких-то нестандартных режимов фракционирования и, в общем-то, в настоящий момент это является только предметом исследований. Перед началом лучевой терапии проводятся обязательно тщательно оконтурнивая коллектора. В принципе, та же самая работа, которую выполняют хирурги при планировании операции. Согласно, в общем-то, схемам лимфооттока. Ну, вот как пример оконтурнивая опухоль с коллектором, где определены все опухолевые объемы, о которых мы сказали. Показаниями лучевой терапии по радикальной программе, это, как правило, не генерализованный рак, это могут быть и ранние стадии, как в случае, если пациент отказывается от операции, либо функционально несостоятельно. Но тут тоже надо понимать, что лучевая терапия – это не солярий, и ограничения функциональные и по сопутствующей патологии, которые не позволяют хирургу выполнить свои манипуляции, иногда мешают и радиологу, точно так же. И может проводиться по палеоактивной программе при более распространенных опухолях. В современном состоянии онкологии две основные группы – это местораспространенный рак легкого, подлежащий лучевой терапии, это 3АН2 стадия, прежде всего, и ранние формы – первая, вторая стадия. Вот на этом слайде показана основная проблема, которая не позволяет делать серьезных выводов в отношении эффективности, либо неэффективности лучевой терапии в целом ряде крупных исследований. Это очень гетерогенная группа, и до сих пор так и нет единого понимания, и насколько можно дробить ее, это можно еще больше, это только три самых крупных. Это стадия 3АН2, это первая, это те, которые после операции с удаленными узлами доказаны, потенциально резиктабельные до операции, которые мы видим на современных методиках PET-КТ или AFFECT-КТ однофотонные, и неоперабельная группа с множественным метастатическим поражением лимфоузлов, когда это конгломераты и балки, когда доказано, что хирургическое лечение окажется вообще неэффективно, в принципе, даже если все это удастся убрать, поскольку умирают эти больные не от местных рецидивов, а от генерализации в итоге. Проведенный целый ряд крупных исследований, прежде всего, Порт-Мета-Анализ, результаты которого были опубликованы еще в далеком 1998 году, до сих пор определил на долгое время негативное отношение к послеоперационной лучевой терапии, до сих пор, в общем, лежит в основе многих основных клинических рекомендаций. Тем не менее, следует подвергнуть его критике, поскольку изменилась техника, которую мы применяем при облучении, и по-другому уже теперь формируются поле облучения, очаговые дозы. Ну вот, собственно, пересмотров в 2005 году Порт-группой, которая до сих пор существует, тех еще старых она результатов. Как видите, только при третьей стадии и при Н2 хоть какие-то результаты получаются положительные, в основном только ухудшаются отдаленные результаты при проведении послеоперационной лучевой терапии, при второй, первой стадии. Пересмотр Бардета в 2016 году, тоже, в общем-то, крупнейший метаанализ, вновь показал, что при ранних стадиях только ухудшаются результаты, первая, вторая, при третьей стадии неубедительно немножко повышается. Крупнейшие исследования, 14 исследований и 2,5 тысячи участников, почти полторы тысячи прослежены до смерти. Однако есть и положительные, с благоприятными результатами целый ряд исследований. Это база данных СИР, 4 тысячи человек, как видите, в группе с Н2 выживаемость, 22 против 16%, и безрецидивный 30 против 25%. Крупная база 7,5 тысячи пациентов, вновь 27 против 20, пятилетняя выживаемость. И вот в нашем институте онкологии здесь, под руководством Сергея Васильевича Канаева была тоже проведена достаточно большая работа, 260 пациентов. Было продемонстрировано, что в группе Н2 пятилетняя выживаемость существенно превышала в группе послеоперационной лучевой терапии в сравнении с группой только хирургического лечения. Систематический обзор, включающий 11 исследований и 2000 человек, показал, что если для всей группы не было выявлено эффекта, то то, что мы говорили о критике исследования Порт, то если отбросить устаревшую аппаратуру кобальтовой пушки и взять группы только где использовались линейные ускорители, то выживаемость убедительно, статистически значимо в группе Н2 улучшается после проведения послеоперационной лучевой терапии. Химиолучевая терапия в лечении местно распространенного рака легкого. На чем она основана? На том, что, конечно, немелкоклеточный рак отличается высоким уровнем репопуляции и тем, что цитостатики в большинстве обладают радиосинсибилизирующим эффектом. Целый ряд метаанализов, например, метаанализ из базы данных Кохран, 2700 человек, 19 исследований, показал, что химиолучевая терапия приводит к снижению риска смерти от немелкоклеточного рака на 14% в сравнении с только одной лучевой терапией. Аналогичное исследование 1200 человек, общая трехлетняя выживаемость увеличилась на 5%. Исследование 2015 года 2100 человек, значительное увеличение медианной выживаемости в группе адъювантной химио-лучевой терапии по сравнению с только адъювантной химио-лучевой терапией, 42 против 38 месяцев. Вновь данные метаанализов в отношении эффективности мультимодального лечения, как видите, по соотношениям рисков целый ряд бимодальных и тримодальных методик приводят к хорошим результатам. И при третьей стадии во многих рандомизированных исследованиях показано, что проведение только химио-лучевой полуоценной терапии имеет результаты либо не хуже, либо даже лучше, чем в группе с хирургическим лечением. То есть сейчас, конечно, идет активная дискуссия о том, стоит ли вообще оперировать третью стадию. Таким образом, в отношении места распространенного рака легкого можно сделать выводы, что послеоперационная лучевая терапия уменьшает частоту местных рецидивов, тем не менее положительный эффект нивелируется в определенной степени и воздействием на нормальные ткани, осложнениями в последующем. И понятно, что мы так и не поймем, следует ее проводить, если не сделаем не просто по третьей стадии послеоперационной лучевой терапии, а именно по тем подгруппам Н2, которые в начале презентации были. Ни одно бимодальное лечение не показало существенных преимуществ по сравнению с альтернативными режимами. Некоторое улучшение выживаемости отмечено в ряде исследований с трехмодальным лечением, однако там есть и большее число послеоперационных осложнений, особенно после пневмоноктомии. Ну и вот еще, конечно, в большинстве исследований, как мы посмотрели в той таблице метаанализов показано, где сопоставимость различных бимодальных и тримодальных методик по эффективности, конечно, надо оценить еще и влияние этих методик на качество жизни, поскольку если сопоставим отдаленные результаты, то надо, конечно, бороться за качество жизни. При ранних формах почему важен этот аспект, поскольку сейчас активно внедряются скрининговые программы и часто выявляются ранние формы немелкоклеточного рака. Практически в 25% те или иные очаги есть в легких в группах риска и после их верификации часть из них оказывается опухолевыми. Хирургическое лечение часто невозможно из-за функциональных ограничений. Понятно, что этим больным что-то нужно делать. И здесь нас может выручить как раз проведение стереотоксической лучевой терапии, которая представляет методику дистанционной лучевой терапии, которая позволяет подвести большие дозы облучения к зоне интереса, не повреждая окружающие ткани минимальных травматизаций. Первые исследования начаты в 90-е годы. В 2001 году одобрено американской ФДА для использования при экстракраниальных заболеваниях. Теоретические обоснования это использование модулированных по интенсивности, по объему, по изображениям методик. И возможность современного 4D так называемого планирования с инфракционным слежением за опухолью в акте дыхания. В этой таблице видно, насколько в целом ряде анализов хороший локальный контроль достигается при проведении стереотоксической лучевой терапии. Хотя, конечно, результаты несколько уступают хирургическому лечению, но тут не совсем понятно, поскольку все эти исследования проводились как раз хирургами, и у них своя зона интересов. Вот, опять-таки, крупный анализ. Как видите, просто замечательная цифра локального контроля при использовании методики. У нас похожие исследования. В целом, как видно, хирургическое лечение несколько лучше по отдаленным результатам, но тем не менее цифры для после стереотоксической лучевой терапии тоже впечатляют. если на предыдущих слайдах мы видели, что несколько хирургическое лечение действительно лучше при ранних стадиях, чем стереотоксическая лучевая терапия, то при формировании и моделировании в группе больных с возрастом 70 лет и старше статистической значимости уже нет, поскольку понятно, что у этих пациентов и большее число послеоперационных осложнений, которые ухудшают отдаленные результаты. Вот любопытная работа, в которой на основе большого метаанализа показано, что в принципе ограничения функции внешнего дыхания вообще никак не влияют на возможность использования стереотоксической лучевой терапии и не являются никакими ограничениями. Важный вопрос стоимость лечения. Как видите, самая дешевая это обычная лучевая терапия, но у нее эффект пониже. Стереотоксическая лучевая терапия существенно по стоимости уступает хирургическому лечению, особенно если взять пневмоноктомии. Понятно, что важен вопрос дозы, поскольку тумороцидная доза для рака легкого это около 100 грей, поэтому понятно, что и подведения должно быть не менее 100 грей. Стандартный самый распространенный режим это 3 по 20 грей, что эквивалентно 140-160. Важнейший аспект это планирование по 4D, что мы говорили, с так называемым гейтингом, с синхронизацией в акте дыхания. В принципе, многие фиксируют на вакуумных матрасах, еще с различными приспособлениями, но в нашем опыт показывает, что можно обходиться вполне без жесткой фиксации. Укладка по КТ в клиновидном пучке, отступ от опухолевого объема на 3-5 миллиметров, органы риска необходимо исключить, конечно, при планировании, как мы вначале показывали, что все это оконтривается, и органы риска должны обязательно исключаться. Особенно это относится к крупным бронхам, трахеям, пищеводу, спинному мозгу. Облучение синхронизации производится, то есть отсягаются грубые нарушения дыхания. Делается так называемая длинная КТ около одной минуты, и получаются усредненные компьютерные томограммы, которые позволяют видеть, насколько двигалась мишень, и как видите, допустим, если просто взять опухоль, и на усредненные мы увеличиваем несколько объем облучаемых тканей. Тоже похожий пример коррекции клинического объема. В общем-то стандартные отступы это 3-5 миллиметров, вертикально обычно и латерально дается по 3, крайне каудально 5 миллиметров, поскольку пациент в процессе нахождения на столе расслабляется, именно в этом направлении опухоль больше смещается. Надо исключать критические органы, но здесь вопрос спорный, но надо ли исключать ребро при прилежании опухоли, скорее все-таки если его немножко изоденет, если даже потом будет перелом, это никак фатально не скажется на состоянии пациента. ну и вот как мы показали, что в принципе проведение предлагаемой нами методика без жесткой фиксации позволяет добиться впечатляющих результатов подведения по доставке к опухоли 20 и 10 грей, то есть фактически различий нет. То же самое. Даже если не привозить синхронизацию тщательно, то в принципе получаются сопоставимые величины. вот то, что говорили обязательно критические органы надо исключить, учесть какая на них допустима доза. Существуют различные режимы подведения в зависимости от локализации опухолевого процесса. Если это просто периферический очаг, можно побыстрее делать, 60 грей подвести за 3 фракции. Если есть контакт с грудной стенкой, немножко уменьшить разовую дозу, увеличить число фракций и при центральной локализации использовать тот же режим. Вообще, в принципе, сначала долгое время боялись проводить стереотоксическую лучевую терапию при центральных опухолевых поражениях. Тем не менее, целый ряд анализов и исследований показал, что это возможно и результаты очень хорошие. То, что мы говорили, обычный стандартный периферический очаг. пристеночная локализация и центральная локализация примера изображений. Метод хорош тем, что его можно использовать даже у пациентов, у которых хирургические возможности исчерпаны. Вот как здесь, после пневмонектомии метастаз контрлатеральным легком. Мы его можем спокойно получить и получить стойкий локальный контроль из лечения пациента. Любопытно, что совместное использование различных таргетных методик после изучения больных гемномного профиля и при использовании этих препаратов совместно с лучевой терапией стереотоксической при ранних формах позволяет добиться существенных прекрасных эффектов. Увеличивая медиану выживаемости убедительно. Помимо прямого своего эффекта имеются не какие-то опосредованные эффекты стереотоксической лучевой терапии. Это эффект торможения, присутствие видимо связанной с иммунизацией, с воздействием на опухолевые клетки и их некарбиотическими изменениями. Таким образом выводы основные то, что планирование проводится по усредненным изображениям, синхронизируется с актом дыхания, определяются оптимальные отступы и иммобилизация вопрос спорный. В принципе можно обходиться без нее. Преимущественно в коротком курсе 3-5 дней, возможно облучение даже амбулаторном режиме, прекрасно переносят, пульмониты редки, надежный контроль локальный происходит. Условиями для использования методики, конечно, верификация, размеры, отсутствие поражения регионарных узлов и отдаленных метастазов, способность находиться пациента полчаса на столе и отсутствие воспаления в легочной ткани. Нельзя забывать о лучевых реакциях и осложнениях. Реакция оконтактной терапии, как правило, она используется у пациентов с палиативной симптоматической целью, это особенно при обструкции дыхательных путей опухолевой, брахитерапии, так называемая. Показания к ней это как раз при неоперабельности пациентов, при отказе от хирургического лечения, при подготовке к хирургическому вмешательству, при обнаружении опухолевого роста по линии резекции после операции. Использование использует целый ряд для этого изотопов, обычно в каждой клинике свои. Оптимальным это иридий и кобальт. Кобальта преимущественно, что он долго перезаряжается, у иридия в том, что его показатели излучения и мощности, энергии более оптимальны. Противопоказаний к методу практически очень мало. Все они, как правило, относительны. При опухолевых стенозах в ряде случаев производится реканализация дыхательных путей с использованием лазера, различных коагуляторов. Например, как в трахеи опухолевый рост. Создаётся возможность для последующего подведения аппликатора, максимально уничтожается опухоль. В последующем, уже через 5-7 дней после отхождения с трупа проводится брахитерапия, через фибробрухоскоп устанавливается аппликатор под контролем глаза и по последующим КТ-контролям. Проводится облучение, как правило, по 7 грей, 3 сеанса до 21 грей, иногда до 28. В ряде случаев возможно проведение последующей фотодинамической терапии, но это только вспомогательный метод. Его никак в онкологии, на мой взгляд, нельзя рассматривать в качестве основного метода, только дополнение к основным нашим методикам. Если стеноз не устранен, то в ряде случаев можем выполнить сконтирование и даже через стенд последующие провести облучение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Агримович. Какие будут вопросы? Да, пожалуйста. Мартына Вадимовна, Нижний Новгород. Я бы хотела вас спросить относительно бракетерапии и фотодинамической терапии при нерадикальной R1-R2-резекции. При каких гистологических вариантах это наиболее эффективно, а при каких не стоит применять? При всех стоит применять эффективно, конечно, при плоскоклеточном раке более эффективно, чем при аденокарциноме, но в принципе и при аденокарциноме впечатляющие результаты. У нас есть даже парочка больных с мелкоклеточным раком, которые живут после вот этих всех поступали с критическим стенозом, то есть практически в реанимационном состоянии, с одышкой в покое, ортопное. Производилась реканализация с последующей брахитерапией. Ну, как правило, не только брахи, сочетанное, потом дистанционное добавляем. Больные живут годами. И аденокарциномы такие же есть. В случае Р-плюс, конечно, надо использовать обязательно, но тут надо помнить, что если это позитивный край после пневмоноктомии, если мы через две недели после операции или пусть даже месяц облучим культю, то она вполне может развалиться. Тут тоже риски надо подождать, пока немножко хоть фиброзируется все это спешить. В этом случае не надо. После лобоктомии, конечно, вполне можно проводить уже хоть не выписывая стационар. В случае нейроэндокринной опухоли? Тоже эффективный, нейроэндокринный. И аденоскламозный рак у нас были прекрасные эффекты. Даже не забуду женщину, когда слишком прекрасный эффект при цилиндроме трахеи реканализировали, провели облучение, все развалилось. То есть настолько некрозопухоли была. Хотя, казалось бы, она должна быть не очень чувствительной. То есть надо пробовать, постараться. понятно, что подплоскоклеточного рака или мелкоклеточного низкодефилицированного ждем больше, чем тогда на карциномы или цилиндромы. но тоже есть хороший эффект. Спасибо. Да, еще вопрос. Павел Короткевич, Минск. Спасибо за доклад. Вот вы сказали, что при 3-й B стадии N3 опция радикальной химия-лучевой терапии не рассматривается. Рассматривается, да. Ну, это просто взято из, скажем так, из рекомендаций. А в принципе, почему нет? Можно рассматривать, конечно, облучать, N3 облучать, надключичную зону взять, если вы имеете в виду, или контрлатеральная легкая. Понятно, что тоже с аккуратностью, поскольку пережечь легкое и получить тяжелейшую дыхательную недостаточность, которую в отличие от стеноза нарушения проходимости дыхательных путей ничем уже не остановишь. Эти больные просто страшной смертью помирают, поэтому тут тоже надо быть аккуратным при облучении сразу двух корней легкого. Спасибо. Скажите, вот второй вопрос. Если вы проводите химио-лучевое лечение конкурирующее, какой режим вы используете? Какая схема химиотерапии? Какие дозы? Сколько курсов химиотерапии? Ну, тут совершенно разные есть подходы. Можно проводить еженедельно и с плотином, и с топозидом. Можно проводить просто полноценную химиотерапию в стандартных режимах параллельно. это обычно определяется совместно с химиотерапевтом. И, честно скажу, у химиотерапевтов у каждого свои предпочтения. Если вот Анна Игоревна одно делает, Татьяна Юрьевна будет другую схему предпочитать. Ну, в принципе, понятно, что мы просто учитываем, действительно, естественно, и мутации, то, что мы показали, целый ряд исследований, показавших совместное использование с таргетными препаратами преимущества лучевой терапии. Ну, просто смотрим стандартное, в общем-то, можно посмотреть бета-3 тубулины и все остальное. А вот если получевой терапии, вот вы сторонник стандартного фракционирования и вообще непрерывного проведения курса, либо... При местно распространенных, да, стандартного по два грэй. То есть до 66 грэй и не мудрить. Да, по-моему, самое оптимальное. Ну, поскольку много было исследований и крупнейших метаанализов они никак не показали преимуществ в других режимах фракционирования перед стандартным. Ну, вот в ЦНИРе было много по гиперфракционированию, гиперфракционированию исследований, которые показали хорошие результаты, но если копнуть, то почему-то они их сами и не используют. То есть все это хорошо пока в диссертации. Спасибо еще раз. А так стандартный режим самый оптимальный. Я понял. Еще по стереотоксической лучевой терапии вопрос. У всех ли пациентов вы добиваетесь верификации и всем ли пациентам вы выполняете ПЭТ до начала лечения? ПЭТ не всем, выполняем, но по возможности в общем стараемся подавляющему большинству. Это необязательное условие, но потому что не обязательно там будет все светиться, поскольку уж вы знаете, у метода свои есть разрешающие способности. Да мало того, после проведения лучевой терапии еще долго-долго светится, до года. Хотя там в общем-то может быть полный некрабиоз, уже ничего нет, а все еще светится. То есть это уже разрешающие особенности метода. А верификация обязательно. Ну, как такую дозу 100 грей подводить, 150-160 к очагу, и не имея верификации, это ведь тоже не может осложниться чем-то, и развалиться, и пневмоторакс возникнуть, и бог знает что еще. тут пока не было, но все было. В плане, вот если вы делаете ПЭД, по ПЭД, надо верификация, нужно верификация, и что мы потом вообще с этим будем делать, вот допустим, даже у нас, у нас центр научный, мы должны этот материал обрабатывать, если у меня нет доказательств, что это была опухоль, может, я туберкулез убил, выжиг, микобактерии, мы должны понимать, что мы делаем, мне кажется, так обязательно. В центре проводятся ли у вас работы у пациентов функционально операбельных по оценке эффекта стереотоксической лучевой терапии и хирургии? То есть я не беру тех пациентов, которые функционально неоперабельны, которые отказались от операции. Есть ли у вас какой-то... Ну, планируем, нет. К сожалению, вот было начато три крупных исследования, и все были закончены из-за конфликта радиологов с хирургами, потому что, ну, никак не удается с ними договориться о том, чтобы провести, а сопоставлять группу функционально неоперабельных пациентов с оперированными, ну, это понятно, что они, может, умирают от другого вполне. Об этом речь. Функциональных ограничений для стереотоксической лучевой терапии просто не существует. Вот видели, там же В10, В20, то есть там, ну, минимальные получаются совершенно, даже без синхронизации с дыханием таким-нибудь там тщательным. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Юлия Михеева, Саратов. Скажите, пожалуйста, а как часто при современном оборудовании вы встречаетесь с осложнением лучевой терапии? И видите ли вы этих пациентов? Или они уходят на... Вы имеете в виду в нашем центре, если в нашем центре, то осложнений немного, поскольку у нас вся лучевая терапия практически сейчас конформная, на хороших аппаратах, в общем, на ВАЛИС, ну, и даже еще есть немножко уже, конечно, устаревшая цель, но все равно это хороший линейный ускоритель, на нем все, в принципе, делается адекватно. А в некоторых городских учреждениях, особенно там с использованием еще старых кобальтовых пушек, рокусов, всяких, осложнений много, и фатальные пневмониты встречались, потому что пытались направлять после... Я долгое время работал вне этого центра, потом сейчас вот вернулся просто. Там были у нас проблемы, отправляя пациента с Н2 после операционного наоблучения, мы получали его назад с тяжелейшими пневмонитами, из мушек, с которыми уже ничего не сделать было. То есть тезолая группа больных, поэтому, конечно, нужен опыт, против всего, радиолога, чтобы заниматься таракальной онкологией, таракальной радиологией, потому что тут можно получить очень много неприятностей. Есть осложнение, но в центре, в нашем, я вот не вижу практически таких тяжелых, фатальных. Что вы сказали? Паллиативная лучевая терапия сурагры. Я не знаю, как у вас, у нас эта опция довольно часто радиологами применяется. Чего мы добиваемся в плане выживаемости? Выживаемость улучшается, это доказано. В общем-то, статистически значимо улучшается, особенно если при использовании совместно с химио-лучевой терапией, если больной, это... Лечь идет о лучевой терапии 40 грей, и на этом все. Довольно часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, мы проведем палеотивный круз 40 грей, по 4 грея 7 раз, и на этом мы закончим лечение. Наверное, тут надо, конечно, индивидуально подходить, наверное, это не вполне правильно, если это сохранный человек, почему ему не сделать больше дозу подвести и не провести одновременно химио-лучевую терапию, если он ее переносит аккуратно, или в каком-нибудь хотя бы даже метрономном усеченном режиме, надо проводить, стараться, а просто отбрыкнуться и сделать 40 грей, отправить, конечно, многого не добьемся. Опять-таки, надо понимать, если это есть конгломераты узлов средостения в районе пола и вены, что надо упреждающим провести, это хорошо, что мы проведем, не будет синдрома пола и вены, или если там есть риск подрастания крупным сосудам, риск обтурации опухолевых путей, почему проводить? Даже если это существенно не увеличит продолжительность, качество жизни улучшим и избежим осложнений грядущих. Андрей Иванович, буквально маленький вопрос. Спасибо большое за блестящий все объемящие доклады, комментарии. Ваше мнение по поводу олигометастатической болезни, поскольку благодаря совершенству методов лучевой диагностики мы все чаще и чаще сталкиваемся, и возможно, стереотоксическая лучевая терапия... Да, просто я не стал на этом останавливаться, и вот у нас уже первый опыт Сергей Николаевич Новиков набрал просто блестящий, честно говоря, первые результаты, впечатляющие, надо дальше это развивать. При олигометастазах мы используем стереотоксическую с очень хорошим эффектом. Локальный контроль, ну, чуть ли не стопроцентный у нас. Опять надо проводить рантомизированные исследования, вот опять-таки брать, вот Евгений Владимирович делает там метастазы к теме, перфузии, сравнивать, брать группу одного туда, одного сюда. И так, иначе мы не добьемся убедительных ответов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...